Последний патч 2021 года теперь доступен на ПТУ для консьержей и подписчиков. На самом деле это очень маленький патч, который не принесет в игру особо много контента. Из изменений на данный момент это обновленный граф Лев, в котором разработчики проявили капитальный ремонт левитирующих байков. Также в этом патче была улучшена правовая система и миссии по охоте за головами в атмосфере. Лазерные мины и новый инструмент для майнинга в этом патче на ПТУ пока еще не доступны. Давайте в этом выпуске поговорим об этих новых функциях патча 3.16. Всем привет, с вами Полиморфик. Усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. В игре Star Citizen есть транспортные средства, которые передвигаются по земле на колесах или гусеницах. Также в игре есть транспортные средства, которые могут летать в космосе и в атмосфере. Между ними есть еще одна категория, которая передвигается около поверхности земли, но ее не касается. Это байки, которые передвигаются при помощи технологии граф Лев. Они парят в воздухе в нескольких метрах от земли. На данный момент в игре есть два таких байка. Dragonfly и Nox. Еще один новый байк от производителя Origin под названием X1 запланирован на лето следующего года. Также в самое ближайшее время, когда патч 3.16 выйдет в лайф, Цигина покажет еще одно такое же транспортное средство, которое будет передвигаться при помощи технологии граф Лев. До этого момента впечатления от путешествий на этих транспортных средствах были, мягко сказать, не очень удовлетворительными. Эти левитирующие байки врезались в камни, в землю, либо могли неконтролируемо взлететь в небеса. Разработчики решили заняться этой проблемой вплотную и переработать весь этот функционал, тем самым значительно его улучшить. Для этого на этих байках была изменена подвеска. Эта подвеска является невидимым звеном между землей и машиной. Для того, чтобы улучшить эту подвеску, разработчики дали этому шасси больше свободы передвижения. Для того, чтобы сделать поездку более плавной, а также обеспечить большую стабильность, что намного снизит вероятность столкновения и взлетов. Вместе с этой переработкой подвески было добавлено очень много новых разных функций. Теперь пилот может контролировать высоту полета в определенном диапазоне. Изменять высоту во время полета игрок может при помощи клавиш. Чтобы поднять байк над землей, по умолчанию нужно нажать пробел. Для того, чтобы опустить, нужно нажать по умолчанию контрол. Чем байк ниже летит над поверхностью земли, тем он быстрее будет, но существует опасность столкновения. Более высокий полет будет намного безопаснее, но медленнее. Графли в байке теперь падают очень медленно. Теперь, если вы вылетите, из-за висшего над землей корабля, вы не врежете в землю и не разобьетесь, а мягко к ней подлетите и продолжите свою поездку. Когда вы включаете или выключаете двигатели, теперь байк взлетает или опускается очень плавно. За это отвечает интеллектуальная система подвески. При выключении байка она его будет плавно опускать на землю, а когда вы будете садиться на байк, она его будет плавно поднимать, переходя в антигравитационный режим. В патч 3.16 ожидается новое динамическое событие. Оно будет носить название JumpTown 2.0. Давным-давно в простонародье JumpTown назывался просто Нарколаба. Старые игроки хорошо помнят эту точку интереса. Там очень часто проходили столкновения между игроками. Одни игроки хотели там заработать на перепродаже наркотиков, другие же не давали им это сделать ради веселья. Плюс эту Нарколабу было очень сложно найти, на ней не стояла метка. И все это делало это место очень интересным. Потом циги добавили в игру новые Нарколабы, на них появились метки и интерес к ним сразу же угас. В событии JumpTown 2.0 разработчики снова хотят вернуть интерес игроков и вернуть этому месту былую славу. Хотя теперь будет не только одна Нарколаба, а это событие будет проходить в трех разных лабораториях. Игрокам будут предлагаться миссии в зависимости от их репутации. У игроков-преступников с crime-статусом будут появляться маркеры на лаборатории и места продажи. Им нужно будет пойти отобрать контрабанду одного для того, чтобы передать ее другому. Законопослушные же игроки без crime-статуса будут получать лицензию на перевозку контрабанды. Останавливающие их патрули сил безопасности для сканирования их кораблей не будут их арестовывать за перевозку этой контрабанды. Во время этого мероприятия места продажи не будут ограничены для того, чтобы не создавать узких мест. Игроки также не будут обязаны выполнять эту миссию. Они смогут прилететь на Нарколабу без миссии и забрать контрабанду. Для этих событий эти Нарколабы были адаптированы с различными укрытиями и планировкой для наземного боя. Так что ожидаем в этих местах былого ПВП. Однако в последнее время мало кто хочет получать crime-статус, потому что люди из-за правовой системы боятся оказаться в тюрьме. В патче 3.16 некоторые аспекты правовой системы тоже будут переработаны. В патче 3.16 разработчики упростят возможность защиты атакуемого корабля. То есть если корабль, который не отмечен как враждебный, но стреляет в друга и превышает допустимые значения для дружественного огня, он будет отмечен как враждебный для всех невраждебных кораблей. Это позволит другим кораблям вмешаться и защитить адакованный корабль, не получив crime-статуса. В результате этого преступление под названием нападение на транспортные средства при отягающих обстоятельствах было убрано, поскольку из-за этого оно больше не нужно. После убийства теперь будет указываться имя жертвы, независимо от того, это был игрок или непись. Это позволит игрокам понять, почему они получили уведомление о правонарушении. В патче 3.16 будет изменена зона ограниченного доступа или зона проникновения вокруг тюрьмы. Эта зона будет уменьшена и теперь будет предупреждать игрока о необходимости ее покинуть. Если он останется там, его будут атаковать турели. Если игрок уже является преступником или имеет активный таймер враждебности, для него будет снижена норма дружественного огня. Из-за этого, если он откроет огонь по своим, ему сразу будет добавлен crime-статус. Также в патч 3.16 цыги внесли несколько изменений в поведении при ракетном повреждении. Теперь залоченная ракета на своем друге также запускает таймер дружественного огня и по истечению какого-то времени корабль с залоченной ракетой станет враждебным. Будут немного скорректированы миссии в бункерах. Из-за регулярных проблем с появлением цели, миссии с проникновением и защитой в бункерах больше не будут наказываться потери репутации, если эта миссия будет отменена. Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!